Салем до стар! Тысячи я все читаю по возможности Стараюсь отвечать на комментарии Но, как говорится, сами понимаете А в инстаграме все гораздо быстрее Плюс в инстаграме регулярно выходят анонсы На различные стримы На какие-то события, которые происходят на канале Так, ребята, долго не будем разговаривать Приступаем к просмотру Прежде чем мы приступим Копрахмед за то, что подписываетесь на канал Кто еще не подписался Ребята, внизу кнопка Проходите, прожимайте И не забывайте включать колокольчик уведомления И не забывайте досматривать видео до самого конца А мы приступаем Кеттык Ювелирное искусство казахов Декоративно-прикладное искусство Это одна из форм художественного самовыражения казахского народа Потому что она была связана с статистическим преображением предметного мира И надо сказать, что в этом искусстве Декоративно-прикладном искусстве Очень глубоко и емко отображены культурно-цивилизационная идентичность И, в общем-то, культурное своеобразие И важнейшим видом декоративно-прикладного искусства Являлось ювелирное искусство Яркое, жизнерадостное По своему художественному впечатлению Но надо сказать, что у всех народов мира Наверное, ювелирное искусство на первом месте Потому что это свойство каждому человеку Издревле украшать себя Скажем, в эпоху бронзы Люди украшали себя А еще и ранее, в эпоху неолита Украшали себя клыками животных И со временем, конечно, эти украшения начинают выделяться уже знаковые функции То есть какие-то существовали магические обряды Даже связанные с процессом надевания Поскольку многие изделия защищали человека от бедствия, от несчастья, от болезней и так далее Со временем, конечно, в них стало уходить на второй план их макорелигиозные функции И на первый план выдвигалась уже декоративная их роль И надо сказать, что особенно в эпоху бронзы Уже четко формируется ансамбль украшения Это нагрудные украшения Это ожерелье, браслеты, перстни и так далее И самое удивительное, что некоторые, скажем, мотивы этих украшений Эволюционировали вплоть до XV века Затем наступает эпоха саков Надо сказать, что они оставили удивительное по своей художественной выразительности Великолепный стиль, так называемый зверейный стиль Когда смотришь на эти вещи, чувствуешь энергию животного мира Ребята, вот эти изображения украшений, как мы видим из золота Даже я уже ни в одном видео видел И это прям мне все до боли знакомо Вы так вообще, конечно же, наверное, это все знаете с детства Со школьной скамьи и так далее Но это такое прям запоминающееся изображение Затем в Голынский период они оставили, можно сказать, эстетику геометрического стиля Поскольку все украшения этого периода, формы и орнаменты Симметричные Имеют форму треугольника в виде зерния, покрытого и другие мотивы И они прям так зеркально как будто отображаются По холосуне они нам оставили пышное великолепие растительного мира А также инкрустационные стили, то есть полихромия Полихромия там преобладает камни разных цветов И все это великолепно сочетается Но и кимаки, кипчаки тоже оставили, конечно, свой след И надо сказать, что на территории Казахстана население добывало в горах металлы Потому что в Казахстане был богат полиметаллами В том числе драгоценными металлами, такими как серебро, золото Почему был? Наверное, до сих пор богат Таким образом, револирное искусство на территории Казахстана Оно имело очень древние истоки Развивалось на протяжении длительного периода И особое влияние на него оказал, конечно, ислам Это восток Арабская культура, которая привнесла уже плоскостность орнамента Особая эстетика, в общем-то, предметного мира Который, в общем-то, покрывается именно роскошным орнаментом Хотя, в общем-то, монгольское нашествие разрушило наши процветающие города Где были ремесленные центры Тем не менее, золото-ордынская культура, которая характеризуется синкретическим единством многих стилевых особенностей Поскольку в золотую орду с араберкеза были привезены многие ремесленники Это из Кавказа, из Средней Азии, из Персии И поэтому, в общем-то, это искусство, оно испытывало некоторый взлет, можно сказать Было, в общем-то, высокого уровня И они тоже оказали свое влияние на ювелирное искусство Казахстана Мы соседствовали со многими странами И, естественно, испытывали их влияние Это Средняя Азия, это Поволжье, это Кавказ И можно сказать, что во многих ювелирных украшений казахов, стилевых особенностях Прослеживаются некоторые элементы с иноэтничной культурой Поскольку казахи были кочевники, у нас не было цехов За исключением городов, работали ювелиры по отдельности Каждый сам по себе, но их было много А в аулах уже работали тоже ювелиры Они, в общем-то, преемствовали все городские, скажем, украшения Но, тем не менее, вносили свои какие-то мотивы, свои представления, свои фантазии Каждый ареал имел свои особенности, свое понимание красоты И народные мастера, ювелиры, они, конечно, хотели оставить свое впечатление Свое понятие, скажем, декора, свое понятие о красоте вещи Что называется, каждый художник хочет оставить свой автограф Ну, если так перевести немножко в современные понятия Ну, хотя, в принципе, почему в современные? Раньше тоже были художники Только художники были по наскальной живописи Если, скажем, женские ремесла, это в основном связано с текстилем Они имели характер домашних промыслов Потому что все вещи изготавливались для собственных нужд То ювелирное искусство, конечно, имело черты профессиональной ремесленности Если, скажем, в XIX веке существовало разделение ремесленников по металлу Ювелиры, зергеры работали серебром и золотом Кузницы изготовляли оружие и предметы, скажем, орудия труда И существовали еще кулауши, которые работали по меди и бронзе Но в XIX веке уже в связи с изменением политических и социальных обстановки Ювелиры и кузницы, и медники все объединяются в одном лице и называются уста 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 Были кочевые ювелиры, которые ездили по улам, принимали заказы И тем более у Баев, допустим, на их ставках тоже работали ювелиры Они приглашали, особенно когда это нужно было для приданой их дочерей Приглашали на полное содержание Ювелир работал, уже не был ограничен в материале, в серебре, в золото и так далее И работал он с полной отдачей Ну и, конечно... Блин, ребят, как это круто, да, для ювелира То есть человек занимается тем, что ему нравится, что у него хорошо получается, судя по всему Раз его пригласили, да, на такое событие И у него нету ограничений ни в чем Материал, с которым можно работать, я так понимаю, наверное, горы Блин, ну это просто райские условия, как говорится Надо сказать, что на территорию Казахстана приезжали ювелиры из других стран Скажем, в основном это были кочующие кавказские ремесленники Ну и также среднеазиатские Все интересно воспринималось казахскими ювелирами и казахскими мастерами Единственное, что они воспринимали то, что ближе к национальному искусству То, что ближе, скажем, для стилевой особенности его ареала И все то, что они воспринимали, они обязательно, конечно, интерпретировали Трактовали для того, чтобы сблизить и для того, чтобы соединиться с местными традициями И надо сказать, что, в общем-то, казахские мастера, они живо отвлекались на все интересное И на этничные культуры Но существовала некая грань, конечно, не все воспринималось Воспринималось то, что, наверное, более демократично и то, что ближе к нашему восприятию А вот, скажем, китайской культурой Китайские украшения никогда не копировались и никогда не воспринимались Потому что у китайской культуры это чрезмерно высокая степень эвристичности Которую чужого нельзя было воспринимать Такое ощущение, да, что вот нам сейчас показали, скорее всего, украшения древних китайцев Как будто бы там какая-то вражда и агрессия Кто тоже об этом подумал, ребята, глядя на эти изображения? Напишите в комментариях Или мне это одному показалось Ну, реально, как будто бы они какие-то такие агрессивные Как будто бы враждебно настроенные А у, я так понимаю, саков Древних, да? Ну, не современные же казахи, правильно? Речь не о них идет, а о древних саков Там даже вот эти вот изображения в форме, ну, золотые Где там человек вроде бы с ружьем, да? Ну, не с ружьем, с ружьем, говорю, с луком Но все это как-то так не вызывает никакой агрессии Ну, и, скорее всего, это не воина, а охотник был изображен Хотя, как бы, племена-то тоже без конца воевали Но вот эти вот китайские изображения прям реально Какую-то агрессию вызывает Ну, и к тому же я знаю, что это На протяжении веков бесконечная вражда С китайцами, так или иначе Поэтому, наверное, и по этой причине тоже Никак не воспринималось И не перенимались какие-то вот эти Не перенимались черты в ювелирных работах от китайцев Воспринималось то, что было ближе к казахскому искусству И то, что было более-менее демократично В Татарстане, в Казани Существовала такая местность Рыбная Слобода Где работали казанские, татарские и башкирские ювелиры Они производили в массовом количестве И все это сбывалось в казахской степи И вот казахские ювелиры все это воспринимали Но вычленяли, элиминировали Эверистичные, скажем, какие-то элементы культуры Вот, допустим, у татар есть такое украшение Яко-челбары называется Нагрудное украшение с такими подвесками Очень обильными И казахи, воспринимая что-то, скажем, какие-то элементы Какие-то, допустим Медальоны, допустим, ажурные Но вот эти подвески, которые, можно сказать, характерны Именно для казанской культуры, для кататар Они не принимали И таким образом воспринималось, как я уже говорила То, что она гармонировала с местными традициями И надо сказать, что когда девочка рождалась В 4 года ей прокалывали уши И надевали шелковую нить Поскольку серьги являлись таким ярким маркером Половой принадлежности И когда она уже чуть-чуть взрослела Там 6-7 лет уже вдевали Какие-то скромные серебряные серьги А когда девушка вступала в 12 лет То уже она надевала все украшения Прежде всего это одевала тюбетик Которая была роскошно Оформлена всевозможными подвесками Затем надевала серьги С разноцветными камнями Нагрудные украшения или бусы коралловые Затем весь комзол обшивался всевозможными Серебряными украшениями Подвесками, цветными камнями Далее косы непременно украшались подвесками Называемые шолпы Которые, в общем-то, прикреплялись к концам кос И были подвески, вернее, украшения Для кос более длинные Называется шажба Которые вплетались косы И они очень эффектно воспринимались Волосы, поскольку они, в общем-то, Обрамлялись серебряными цепями Далее надевала она также Камзол обязательно соединялась с застежкой Капсарма называется Застежка для камзола Их иногда было несколько штук Их надевали по вертикали Затем браслеты Парные браслеты были На обе руки надевались И кольца, и перстни И таким образом Девушка, в общем-то, вся сверкала Благодаря вот сиянию серебра И сиянию самоцветов И более того, когда она шла Ее грациозная походка Тенялась звоном Изящим звоном вот этих подвесок всевозможных Что в ушах, что в накосниках и так далее Более того, даже вот платье ее тоже обшивалось иногда Жемчуна У меня возникает вопрос Сколько же это все весело Вот не знаю Сейчас ответит ли этот историк Это... нет Не эта историчка хотел сказать Этот историк, конечно же На этот мой вопрос Но, блин, сколько же это все весело По-любому, наверное, килограммов пять не меньше Ну, есть еще и платье Братья в расчет В платье, скорее всего, тоже Как-то вшивались какие-то вот эти Серебряные и золотые украшения Я не знаю Перламутром Даже кожаная обувь Она тоже декорировалась Серебряными накладками Серебряными бляхами То есть, получается, что у нас с головы до ног Была оформлена, в общем-то, так вот очень нарядно И когда вечером устраивали молодежные игры Алтабакан При лунном свете Казахские девушки смотрелись великолепно И таким образом, надо сказать, что казахские ювелирные украшения Были очень разнообразны То есть, существовал комплект Который состоял украшение для головы Для шеи, для груди, рук А, кстати, ребят, такой еще вопрос Но вот эти все украшения, да, золото Драгоценные камни, изумруды там Еще что-то Это же, я так понимаю, было только у зажиточных людей Того времени Или же плюс-минус Даже скромные люди Как-то там могли себе позволить Или, скорее всего, делали все возможно Отдавали, как говорится, последнее, да Чтобы, ну, допустим, в семье дочка Выглядела, как бы так, достойно, да Если на нынешнем языке говорить Все-таки, как бы Ну, замуж Надо выдавать, вроде бы, да Я так понимаю, это как-то связано и с приданным тоже То есть, если у девушки есть украшения То это, наверное, свидетельствует о том, что, как бы Ну, во-первых, скорее всего, и семья богатая И то, что, как бы, ну У нее есть, что предложить другой семье То есть, своему мужу С кем она, как бы, будет потом вместе жить Ну, не знаю, как это правильно Вот эти бракосочетания раньше назывались Поэтому я, как бы, не говорю этот термин Потому что вообще просто не знаю Пальц Свадьбушная И даже вот обувь тоже украшалась серебряными украшениями Многие серебряные украшения казахские Они были наполнены определенным смысловым значением То есть, они служили не только украшением Но они были связаны с обычными обрядами И они обязательно входили в этикет дарения И надо сказать, что кольца, допустим Были непременно, в общем-то, украшением не только девушек Но и женщин, поскольку пища, приготовленная женщиной У которой отсутствует перстень, считалась уже нечистой То есть, кольцо должно было присутствовать непременно Или перстень, или кольцо И поскольку серебро, она считалась, в общем-то, металл, обладающий очищающими свойствами Считалось, что пища, в общем-то, она чиста В принципе, и сейчас считается Казахи очень любили именно серебро Поскольку уподобляли его лунному свету Очень любили жемчуг Тоже уподобляли лунному свету И поэтому его тоже обильно вводили в декор костюма Затем маржан Маржан – это коралл Это камень плодородия И у многих народов мира Востока Поэтому он непременно должен был присутствовать в женском костюме Особенно свадебном Ну и любили бирюзу Это считается камень счастья Бирюза, она считалась небесным камнем И поэтому это тоже, в общем-то, щедро вводилось в костюм Кроме этого, сердолек Непременно носили сердолек Тоже считается камень здоровья, камень благополучия Так и не ответили на мой вопрос Сколько все это украшение весело Казах считает, что браслеты, они удерживают энергетику в руках Поскольку считали, что энергия уходит через руки А серьги, они способствуют формированию красоты девушки И более того, чтобы уши никогда плохого ничего не слышалось То есть это тоже рассматривался своего рода как оберег Как я уже говорила, с четырех лет уже прокалывали мочки уши и девушки И серьги никогда не снимались Когда женщина выходила замуж, она тоже носила серьги Когда она умирала, тоже на ней оставляли серьги Серьги можно было снять необычным способом упокойницы, а только порвать Можно было мочки Только таким образом Потому что в похоронной обрядности все делалось наоборот Поэтому некоторые женщины носили очень тяжелые серьги старшего возраста Чтобы мочки естественным образом сами по себе разрывались бы А вообще в похоронной обрядности ничего не должно было быть из украшений Все изымалось, потому что ничего не должно было быть твердого А украшения все снимались только во время родов Потому что этим самым женщина имитировала как бы смерть Для того, чтобы оставить жизнь новорожденной То есть она как бы проигрывала круговорот жизни Поэтому всегда снимались И во время траура, естественно, снимались Поэтому украшения всегда присутствовали у девушек и женщин Отсутствие их означало траур Как я уже говорила, каждая область и каждый ареал Казахстана имеет свои особенности Вот, ребята, не знаю, как у вас там Но у нас сейчас, конечно же, к этому так не относятся Но, в принципе, тут и речь про ваши такие сугубо национальные моменты Аспекты истории и культуры идет речь Ну, почему-то захотел провести аналогию вот с нашей бытностью, да В нынешнее время Уже далеко не так к украшениям относятся И кто-то вообще без них ходит абсолютно То есть уже такого какого-то сакрального значения этому не придают Но это у нас А как у вас сейчас, ребята, вот в современное время В наше время современные люди, девушки молодые Как к этому относятся? То есть, ну, до сих пор всегда ходят в украшениях Или же бывает только по каким-то праздникам все это одевается У нас это все, как правило, когда какое-нибудь событие, да Там, да, девушка там наряжается А так вполне могут ходить и вообще без всего Ну, минимальные там, ну, сережки, кольца, да, вот какие-то есть А вот так, чтобы еще что-то там Такого нет Дело в том, что каждый мастер, он изготавливал украшения, комплекты в своем стиле В своей технологии, которую он хорошо использовал И которую хорошо уже привык к ней Поэтому ювелирные изделия казахские, они различаются Западно-казахстанские, которые характеризуются тяжеловесностью Монументальностью, крупной масштабностью Отличаются, скажем, украшения северного Казахстана Они многочастные, они имеют много подвесок И там присутствует много, скажем, камней Ребят, извините, я не могу еще раз это не сказать Вот тут сказали, да, все это отличалось многовесностью Так сколько весит эти украшения все вместе, целиком Когда они на девушке Блин, если это в ролике не скажут про это Я буду считать, что это ролик неполный Потому что такую информацию надо давать Она мне, вот почему-то она мне очень интересна Потому что я понимаю, что это золото, не золото, серебро, не серебро Так или иначе, это, ну как, грубо говоря, железо, да То есть это прям вес, это имеет вес И так, как правило, молодые хрупкие девушки, да Нося такое на себе, наверное, явно испытывали дискомфорт Это я так сейчас совсем уж утрированно говорю Ребят, я вот специально по ходу видео ничего не говорю Не перебиваю, стараюсь не перебивать Поэтому я останавливаю видео и проговариваю свои мысли Кому это не нравится, ребята, извините Это формат реакция Ссылка на оригинальное видео всегда есть в описании Можете пройти и там посмотреть без моей говорящей головы И без моего мнения Но тогда возникает вопрос Что вы тут делаете? Это формат реакция То есть я впервые смотрю видео в данном случае О чем говорят украшения казахов И делюсь своим мнением, впечатлением Задаю какие-то вопросы, которые у меня возникают К чему я все это проговариваю Потому что, ребят, очень много в комментариях пишут Типа, да зачем ты здесь нужен в этом видео? Там, смотри молча Ты вообще здесь не нужен, опять же Ребята Имеется украшение, допустим, выполнено чисто из серебра И декорировано только гравировкой Или, допустим, украшение филигранное Которое прекрасно смотрится на просвет Застежка, да прямо? Украшение Южного Казахстана Там в основном процветают полихромные украшения Где присутствуют кораллы, жемчуг, бирюза и так далее Разные камни То есть каждый область Казахстана И каждый ареал Казахстана Имеет свои особенности В наше время, в общем-то, много ювелиров Работают, продолжают, особенно в аулах Народные мастера И профессиональные художники Тоже работают в этом стиле В этом стиле многие работают И таким образом, изумительная по своей художественному впечатлению Ювелирная искусство казахов Она будет развиваться и в дальнейшем То есть у него есть перспективы Поскольку у него ювелирная искусство казахов Очень мощная по своей стилистике Очень, можно сказать, жизнерадостная И, можно сказать, обладает высокой художественностью И можно сказать, что это одно из ярчайших проявлений Казахского народа, художественное проявление И, более того, в общем-то, лучшие произведения казахских ювелиров Они составляют сокровищницы не только нашего народа Но и входят в общемировую сокровищницу Достаточно такой интересный ролик получился Несмотря на такую, казалось бы, узконаправленную тему Хотя, почему узконаправленную, да? Украшения всегда были, есть и будут, да? Особенно, ну, как правило, это у женщин украшения Женщины, половина нас это женщины, а то и больше, да? Так что это, как бы я погорячился, сказав, что это такая узконаправленная тема Конечно же нет В принципе, по ходу видео всего очень много разговаривал Задавал вопросы Ребята, пожалуйста, ответьте на эти вопросы И, как я уже сказал, я считаю, что это видео не полное Потому что нам не сказали, сколько это все весит Не знаю почему, но мне прямо очень интересен этот вопрос Кто знает, напишите, буду признателен Не знаю, для чего у меня эта информация Просто так, чтобы была потом, мало ли, где-нибудь блесну своей эрудиции присущей Что только не бывает в жизни, как говорится Спасибо, что посмотрели это видео вместе со мной Не знаю, какой-то оно такое доброе и позитивное получилось Не знаю, может быть, просто у меня хорошее настроение А может быть, и эти два фактора сошлись Хорошее настроение, плюс доброе и позитивное видео Вот и все Пишите в комментариях свое мнение Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...